Друзья, если у вас нет возможности читать пьесу Генрика Ибсона «Кукольный дом», смотрите это видео. Это история об одной женщине, которая вдруг поняла, что она живёт не той жизнью. Написал пьесу Ибсен в 1879 году. Событие происходит в квартире адвоката Торвальда Хельмера в Норвегии. Эта пьеса в трёх действиях. Друзья, предупреждаю сразу – эта пьеса для взрослых. В пересказе будут ругательства. Поэтому если вы не готовы к этому – не смотрите, чтобы не травмировать свою нежную психику. Итак, представьте уютную комнату в доме адвоката. Зима, канун Рождества, в печке горит огонь. В комнату с улицы входит Нора – это жена адвоката. У неё хорошее настроение, в руках много пакетов с покупками. Курьер приносит ёлку. Нора сразу попросила служанку спрятать ёлку, чтобы дети раньше времени её не увидели. «Опять ты деньгами соришь», – упрекнул жену Торвальд. – Да я немного, – ответила она. – Тебе же зарплату повысили. Так что всё хорошо. – Только через три месяца, – поправил муж. – Ну ничего. Займём у кого-нибудь. Торвальд сказал, что он не любит быть должником. Это его правило. Кстати, он жену называет то Белочкой, то Птичкой. Нора показала мужу подарки, которые она купила трем детям и служанке. Себе ничего не купила. – А что тебе подарить? – спросил Торвальд. Нора не сразу ответила. Она сказала, что будет лучше, если он ей подарит деньги. А она уже сама себе что-то купит. Торвальд вспомнил прошлый год, когда у них с деньгами всё было очень туго. «Слава богу, те времена прошли», – сказал он. Звонок в дверь. Торвальд ушёл в свой кабинет. В комнату вошла Фру Линне. Нора её не узнаёт. «Это я, Кристина», – сказала она. И тогда Нора узнала её. Десять лет не виделись. Из газет она знала, что Кристина три года назад овдовела. Муж оставил её без денег и без детей. «А мой Торвальд стал директором банка», – похвасталась Нора. «У него будет большая зарплата, и мы наконец-то заживём по-человечески. Адвокатура уже в прошлом». А я раньше даже вынуждена была подрабатывать. Ну там, рукоделье, вышивание… Причём Торвальд в это время очень много работал. Сильно заболел. Доктора сказали, что ему нужно съездить на юг, подлечиться. А для нас это было очень дорого. Я деньги на поездку взяла у отца. Торвальд выздоровел, а отец в это время умер. Такие дела…» Кристина рассказала, что она не любила своего мужа. Вышла по необходимости. Её мать умирала, а на руках были ещё два младших брата. «Бизнес был на нём», – рассказала Кристина. «Поэтому после его смерти всё развалилось. Мне пришлось искать работу. И я всё это время работала. Очень устала. Но слава богу, мама умерла, а братья выросли. Теперь они сами о себе заботятся. И вот я вернулась сюда. Может, нормальную работу здесь найду». Нора пообещала поговорить с мужем, чтобы он помог Кристине с работой. Кристина сказала, что она гордится тем, что смогла пожертвовать собой ради матери и братьев. Тогда и Нора в ответ тоже рассказала, что это именно благодаря ей муж остался в живых. «Деньги на поездку на юг не отец дал. Это все так думают. И Торвальд тоже. Я сама и достала. Муж ведь даже не знал, что его жизнь в опасности. Это доктора мне сказали, что его спасёт только отдых на юге. Но брать в долг Торвальд отказывался. И что мне было делать? Я взяла в долг. Но ему не сказала об этом. Ведь это очень сильно задело бы его мужское самолюбие. Ещё бы быть обязанным своей жене. Может быть, когда-нибудь и расскажу ему. Через много лет. А мне самой отдавать долг очень сложно. Я экономлю на всём, чём только могу. Торвальд даст деньги на платье, а я покупаю какое-то дешёвое. Грустно и очень тяжело… Звонок в дверь. Входит Крокстад. Кристина вздрогнула и отвернулась к окну. Да и Нора тоже не была рада этому визиту. Ведь это Крокстад одолжил ей деньги. – О чём вы хотите поговорить с мужем? – спросила Нора. – Ваш муж стал директором банка. А у меня там маленькая должность. Ну вы понимаете? Крокстад ушёл в кабинет к Торвальду, где тот уже общался с доктором Ранком. Ранк – это давний друг Торвальда. Он заходил в гости почти каждый день. Кристина сказала Норе, что знала ранее Крокстада. – Сейчас он вдовец с кучей детей, – объяснила Нора. Из кабинета вышел доктор Ранк, и Нора познакомила его с Кристиной. Затем вошёл Торвальд, который уже поговорил с Крокстадом и проводил его. Нора разрекламировала перед ним Кристину, чтобы он принял её на работу. Торвальд пообещал найти для неё место. Торвальд, доктор и Кристина оделись и ушли по своим делам. А Нора с детками начала играть в прятки. Вошёл Крокстад. – А мужа нет дома. – Я знаю. Я пришёл поговорить с вами. Нора отправила детей к няне. – Сегодня ведь не первое число. Я не готова вам сейчас заплатить. Крокстад спросил о женщине, которую он видел, выходящую из дома вместе с Торвальдом. – Это Кристина? – Да. – Понятно. – Она получит место в банке? – Да. Это я уговорила мужа взять её. У меня есть на него влияние. – С гордостью ответила Нора. – Супер. Ну тогда вам придётся использовать своё влияние, чтобы меня теперь не уволили. Ведь ваш муж хочет именно этого. – Я не могу влиять на мужа в таких вопросах. – Сразу начала морозиться Нора. – Да? Вы ведь только что сказали, что у вас есть влияние на него. – В общем так. Или вы мне поможете сохранить работу в банке, или я расскажу Торвальду, у кого вы взяли деньги. – Вы не поступите со мной так подло. – Да? А что мне остаётся? У меня много детей, которых нужно кормить. – Тогда мой муж точно уволит вас. Он и так меня уволит. Крокстат объяснил, что с её долговой распиской не всё в порядке. Отец Норы должен был стать поверенным в том деле. И он расписался. Вот только эта подпись значится 2 октября. А отец умер 29 сентября. – И как такое может быть? – спросил Крокстат. – Отец после своей смерти расписался. Нора молчала. – И почерк не вашего отца, а чей-то другой. – Это я подписала. С вызовом ответила Нора. – Но вы же меня обманули. – Да мне всё равно. Вы не хороший человек, Крокстат. Я отдам вам долг. Мой косяк из прошлой жизни, из-за которого меня хочет уволить ваш муж, куда меньше того, что сделали вы. Вас ожидает суд, если я предъявлю эту бумагу. – Я сделала это для блага отца и мужа. – Да закону всё равно, ради чего вы это сделали. Вы нарушили закон. Помогите мне, и я помогу вам. Крокстат сказал это и ушёл. Нора была взволнована и испугана. Вернулся муж. Сказал, что видел Крокстата, выходящего из дома. – Он просил тебя замолвить за него слово? – спросил муж. – Да. – Его поймали на подлоге. Таким не место в моём банке. У меня отвращение к этому лжецу. В семье лжецов вырастают дети-лжецы. Следующий день. К Норе зашла Кристина. – Тут такое дело, – говорит ей Нора. – Завтра у соседей будет костюмированная вечеринка. А у меня костюм поистрепался. Помоги, пожалуйста, его починить. – Да не вопрос, починим. Кристина в разговоре предположила, что деньги Норе дал доктор Ранг, потому что у него нет жены и он каждый день здесь бывает. – Да нет, конечно. Упаси Боже, – ответила Нора. Она услышала шаги мужа, попросила Кристину пойти к детям. Она снова начала уговаривать Торвальда не увольнять Крокстада. – Нет. На его место я уже взял твою Кристину. – Ну пожалуйста, он может тебе отомстить за это. – Нет, Нора. Я, как директор, не могу менять свои решения под влиянием жены. Да надо мной все будут смеяться. Нора, хватит мне мозг выносить. И Торвальд сразу распорядился отнести к Крокстаду письмо о его увольнении. – Не делай этого, – просила его Нора. – Ты погубишь нашу семью. Торвальд ушёл в свой кабинет. В комнату вошёл доктор Ранг. Он рассказал Норе, что здоровье у него скверное, что он очень скоро умрёт. И что влюблён в неё. – Но зачем вы это сказали? Всё ведь было так хорошо. Я хотел о вас кое-чем попросить, а теперь не могу. Служанка сообщила Норе, что пришёл к Крокстаду. Тогда Нора отправила доктора в кабинет к мужу. – Меня уволили, – сказал Крокстад. – Подумайте о моих детях, – попросила Нора. – А вы с мужем о моих детях думали? – Ладно. Я в суд подавать не буду. Скажу только вашему мужу. Я написал для него письмо. – Я уже хочу повышения по службе, а не просто возвращения в банк. – Нора, я в отчаянии. Крокстад ушёл и бросил письмо в почтовый ящик. Нора всё поняла. Это конец. В комнату вернулась Кристина. Крокстад бросил письмо в ящик. Это он мне дал деньги. Теперь муж всё узнает. Только у него ключ от почтового ящика. И он скоро его откроет. – Так не паникуй, – сказала Кристина. – Ты задержи мужа, а я поговорю с Крокстадом. Торвальд с доктором вышел из кабинета и пошёл за почтой. – Не ходи туда, – закричала Нора. – Поиграй мне на пианино. Я хочу танцевать. В общем, ей удалось задержать мужа. Вернулась Кристина. Торвальд с доктором ушли. – Крокстад уехал, – сказала Кристина. – Вернётся завтра вечером. Я написала ему записку. Следующий день. Торвальд с Норой на вечеринке. Кристина в комнате ждёт Крокстада. Он приходит. – Что случилось? – спросил он. – Хочу поговорить с тобой. – Да. И о чём мне говорить с той, кто бросила меня ради богатого мужика? Я должна была так сделать. У меня на руках была старуха-мать и два брата. А ждать, когда ты разбогатеешь, я не могла. Сейчас у меня никого нет. И ничего нет. – Ну так, а я при чём? Это был твой выбор. И тогда Кристина предложила попробовать всё заново, так как они оба нуждаются друг в друге. Кристина такими словами не шутит. Ты всё обо мне знаешь? – Всё. Я приехала сюда ради тебя, чтобы стать матерью твоим детям. Крокстад был счастлив. Блин, вот только так неловко с Хелимерами получилось. Турвальд ещё не читал твоего письма. – Серьёзно? – Я попрошу вернуть мне его. – Нет, не нужно. – Не понял? Разве ты не хочешь помочь подруге? Сначала я именно так и хотела. А потом решила, что в этой семье нужно, чтобы муж и жена наконец-то выяснили между собой отношения. Они постоянно шифруются. Пусть Турвальд всё узнает. Они услышали, что у соседей закончилась вечеринка. Крокстад ушёл. В комнату вошли весёлые Турвальд и Нора. – О, Кристина, так поздно? – Да. Хотела посмотреть на костюм Норы. Турвальд ушёл в свой кабинет. – Он приходил? – спросила Нора. – Да. Ты должна всё рассказать мужу. Вернулся Турвальд. Кристина попрощалась и ушла. Ну и Турвальд захотел секса. – Я сегодня не хочу, – ответила Нора. – Как это не хочу? Я муж или кто? Стук в дверь. Это доктор Ранг. – Блин, как он не вовремя, – сказал Турвальд. Ранг попросил сигару и ушёл. После этого Турвальд пошёл за почтой. – Опа! Нора, кто-то пытался открыть замок. В нём сломанная шпилька. – Твоя шпилька. – Так это дети, наверное. Турвальд открыл замок и взял все письма. – О, смотри, визитная карточка доктора Ранга. И зачем-то чёрный крест на ней нарисовал. Точно предупреждает о своей смерти. – Так и есть, – подтвердила Нора. – Мне будет его не хватать, – сказал Турвальд. Он взял письма и ушёл в свой кабинет. Нора уже приготовилась к самому худшему. Из кабинета вышел Турвальд. – Это правда, Нора? – спросил он. – Да. – Это не может быть правдой. Скажи, что это не так. Что ты наделала? Ты понимаешь? Все эти восемь лет я жил с лицемеркой, лгуньей, преступницей. Я ведь всё это время был таким хорошим, а ты меня так отблагодарила. Ты разрушила моё счастье, погубила моё будущее. Все подумают, что я знал о твоём преступлении и молчал. Более того, подумают, что это я всё организовал. О, я несчастный! Нора слушала с удивительным спокойствием. – Нужно будет договориться с Крокстадом, – продолжал Турвальд, – чтобы замять это дело. А на людях нам нужно делать вид, что ничего не случилось. – Ты останешься в доме, но детей воспитывать не будешь. Теперь я не могу доверить их тебе. Служанка принесла письмо для Норы от Крокстада. Турвальд сам распечатал его. А потом от радости закричал, что он спасён. – Крокстад вернул твоё долговое обязательство. Турвальд порвал письмо и расписку и бросил их в огонь. – Теперь всё будет, как раньше. Нора, я простил тебя, потому что ты это делала из любви ко мне. – Да уж. – Ну спасибо тебе за твоё прощение, – сказала Нора и ушла в другую комнату. Турвальд вслед ей говорил, что она всегда может на него рассчитывать. Ведь он же мужчина, глава семьи. – Я так рад, что простил тебя, Нора, от всего сердца. Нора переоделась, вышла из комнаты. – Турвальд, нам нужно с тобой поговорить. Только что я впервые увидела, что ты собой представляешь. Это будет наш первый серьёзный разговор за 8 лет нашего брака. За всё это время ты ни разу не говорил со мной о серьёзных вещах. Ну так ты ведь всё равно ничем бы мне не помогла. – Вот именно. Ты и мой отец никогда меня серьёзно не воспринимали. Ты меня никогда не любил. Тебе было приятно быть в меня влюблённым. Сначала отец, а потом и ты играли мною, как своей куклой. Я не смела сказать своего мнения, потому что оно сразу было неправильным. Я должна была всегда с тобой соглашаться. Смысл моей жизни был в том, чтобы забавлять тебя. Вы с отцом сделали меня такой никчёмной. Я никогда не была счастливой. Здесь я стала твоей куколкой-женой, как дома у папы была куколкой-дочкой. А дети были уже моими куклами. Мне нравилось, что ты играл и забавлялся со мной, как детям нравилось, что я играю и забавляюсь с ними. Вот в чём состоял наш брак, Торвальд. – М-да. Пожалуй, ты во многом права. – Но теперь всё станет по-другому. – Всё правильно, по-другому. Я ухожу от тебя и от детей. Мне сначала нужно заняться воспитанием себя самой. Я уйду прямо сейчас. Кристина меня приютит. А завтра я вернусь в родительский дом. – Я запрещаю! – закричал Торвальд. – Да мне похеру, что ты запрещаешь. Я возьму только своё. От тебя мне ничего не надо. Ни сейчас, ни потом. – А что люди скажут? Ты подумала? – Да мне похеру, Торвальд. Ты меня не слышишь? – По-херу. Ты жена и мать. Я в первую очередь человек. – А что на это скажет религия? – А я не знаю, что на самом деле такое религия. Я о ней знаю только со слов священника. И всё. Может и нет никакой религии. И с этим я тоже буду разбираться. – Нора, ты сошла с ума. Ты расстроена. – Нет, дорогой. Именно сейчас я всё чётко понимаю. – Так ты готова оставить меня и детей? – Да. – Это значит только одно – ты меня не любишь. Ядрит твою налево. А я тебе о чём столько времени говорю? Я тебя не люблю, Торвальд. Услышь меня. Не люблю. И когда ты меня разлюбила? Сегодня. Когда я увидела тебя настоящим. Я была уверена, что ты пошлёшь Крокстада с его требованиями нахер. Что ты будешь гордиться тем, что я сделала ради тебя. Чтобы спасти твою жизнь. И ты примешь вину на себя. Вот почему, Торвальд, ты не тот человек, на которого я могу положиться. Кому полностью могу довериться. – Я изменюсь, Нора. – Уже поздно, Торвальд. Поздно. – Ну давай тогда жить как брат с сестрой. – Ты дебил. Какой брат с сестрой? – Может быть, когда-нибудь? – спросил Торвальд. – Может быть. Но должно случиться чудо. А в чудеса я не верю. – А писать тебе можно? – Нет. – Ну а деньги переслать? – Ничего, Торвальд. Мне от тебя ничего больше не нужно. Ты для меня чужой человек. Я справлюсь как-нибудь сама. И Нора ушла. Вот такая история, друзья.